Надежда Некрасова Белла Ахмадулина. Памяти Бориса Пастернака. Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских дерев поздно вечером, в октябре более двух лет назад. На нем был грубый и опрятный костюм охотника. Синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица, только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал, о, здравствуйте, мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал. И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился. «Ради Бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!» Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из кромешной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом, «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю». И, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи, нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильное объятье этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, с выпеченными дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными неуютными деревьями. Он сказал, «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди. Вам не будет скучно. Приходите же, приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила почти надменно. «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду».